В Тверской области с 2020 года за ответственное родительство отца многодетных семей начали присваивать звание «Слава отца». Региональная награда введена по инициативе губернатора Игоря Руденя. Соответствующий закон был принят 20 декабря 2019 года законодательным собранием Тверской области, а сейчас размер выплаты увеличился. Что нужно знать о региональной награде, рассказывает наш корреспондент. В этом году Верхневоложье почетным знаком Тверской области «Слава отца» будут награждены и получат выплату 12 многодетных отцов. Они станут обладателями не 50 тысяч рублей, которые были прописаны в законе ранее, а 100 тысяч. Их будут выдавать уже с этого года. Своим коллегам предварительно советовались. Это не просто спонтанное предложение. Все-таки мы не предполагаем, что можно индексировать выплаты, каждый раз их менять. Поэтому мы с учетом перспективы среднесрочной посчитали, что возможно установить выплату в размере 100 тысяч рублей отцу, у которого не менее пятерых детей от одного брака. И плюс ко всему там еще есть морально-этические требования к семье, чтобы это не просто была какая-то семья, а которая воспитывает своих детей, которые живут жизнью, которая является примером для окружающих. Именно поэтому при определении лучших пап будут учитываться и такие критерии, как достижение детей в образовательной, трудовой, творческой, спортивной, общественной и других сферах деятельности. Активная жизненная позиция семьи. Кроме того, важным остаются и другие параметры, без которых претендовать на выплаты родитель не сможет. Там есть уточняющая квалификация. Это в одном браке, когда есть одна жена, когда дети все рождены от одной матери и не менее пяти детей. Это не очень непростой семейный труд. И мы знаем, что сегодня общаясь с многодетными, не просто каждая копейка на счету, а каждая минута, каждый час на счету у родителей, которые занимаются воспитанием в такой большой семье. Стоит отметить, что за последние годы в Тверском регионе количество многодетных семей выросло на 23%. С 9267 человек в 2016 году до 12237 в 2019 году. Планируется, что расширение государственной поддержки позволит к 2024 году увеличить это количество до 15 тысяч семей.